Очень посмотрите у меня в телеграм-канале, но это просто надо видеть, это надо оценить. Все специфичнее и все дебильнее становятся те уродцы, которых российское государство отправляет на фронт. Там же не поддельное, там действительно это все русские съемки. Я только русскими съемками пользуюсь. И на одном видео вербовка голодного бомжа в псковские десантники, а на втором истинная элита, морпехи путинского призыва. Я думаю, слово «морпехи» станет каким-то совсем неотмывным позором. И понятно, что несмотря на все усилия пропаганды, все равно некая правда о войне, она расползается и проникает даже в лисенцефальные мозги русских в глубинах. Лисенцефальные – это лишенный извилин, совершенно гладенький мозг. Но те, что поумнее и даже в глубинах, уже начали соображать, что ползание с выпущенными кишками или с ногами оторванными по яйца не компенсируется ни питье, ни даже 25 миллионами. Ну, это правда, она уже проникла в народ, она не подвигнет на мятеж, но поможет каждому принять единственно верное решение – послать Путина с его войной в задницу или не посылать. И вот, кстати говоря, тоже фронтовое любопытное, я просто уже устал публиковать груду русских трупов, начинает проясняться причина массовых убийств в армии, в путинской армии. Оказывается, я был не совсем прав. Дело не только в этом самотофорном болевом помрачении, когда боль ранения столь сильна, что особь готова прекратить свои страдания любым способом, а простейшим способом является самовыпиливание. Ну, несомненно, эта причина тоже присутствует. Но вот тут уже у четвертого русского пленного обнаруживается методичка по быстрому уходу в мир иной. Как делать, куда стрелять, что при этом, как быстро наступает смерть, как подрываться гранаты. Важно, что это не какая-то любительская принтерная распечатка, а вполне себе типографский продукт. Ну, русские, впрочем, всегда были безжалостны к своим раненым и предпочитали от них избавляться. Тот же самый Суворов, к примеру, во время своего нелепого альпийского похода, просто раненых чудо-богатырей своих оставлял замерзать, изувеченных, тех, которые теряли способность передвигаться. Теплые вещи у них, проходя, изымали друзья-однополчане, но вот оставляли умирающим так называемую утешительную чарку, иногда даже несколько. А преследовавшие суворовскую орду французы в Альпах поражались количеству брошенных и окоченевших раненых, которые превращались в ледышки, потому что были практически голыми. Ну, в путинской армии дело поставлено еще четче, чем у Суворова. Орков, как видим, предметно учат кончать с собой, чтобы не пополнять обменный фонд или не быть обузой. Ну, я просто перестал уже публиковать в канале массовые самоубийства русских окопников. Ну, вот это, скажем так, можно было бы принять за вот это вот наставление по самовыпилам, можно было бы принять за хитрый ход украинской пропаганды. Но мы видим, что действительно самовыпиливание приобрело характер эпидемии, и это далеко не всегда тяжело раненое.